В городе Ростове, в том, который на Дону, на тамошнем кладбище был похоронен скончавшийся в тюремной больничке краснодарский убийца и каннибал Дмитрий Бакшеев, которого защищала екатеринбургская адвокатка, активистка Навального и Ходорковского, патентованная сатанистка и ценительница маньяков-убийц Юлия Федотова. По этому поводу интернет-издание «Завтра.ру» электронный правоприемник прохановских газет «Завтра и день» опубликовала статью «Российская позиция докатилась до защиты каннибалов. Что дальше?» Конец названия. В статье сообщается, что за людоеда Бакшеева, как за невинную жертву режима, заступился некий оппозиционер Дмитрий Гудков и адвокатка Бакшеева Юлия Федотова, которая сейчас живет в Краснодаре, но несколько лет назад была в Екатеринбурге активисткой штаба Навального. Про ее сатанизм и тягу к серийным маньякам-убийцам мы в свое время рассказывали. А вот то, что она искренне защищала и сейчас не менее искренне оплакивает в соцсетке умершего людоеда Бакшеева, выставляя на показ его рисунки, это для нас вот прям стало новостью. Юлия Федотова сравнивает дело каннибала Бакшеева с типа как бы сфабрикованным делом сети. Речь идет о пензенских госпереворотчиках, пойманных с огромным арсеналом. И Федотова льет горюче-смазочные слезы, цитирую ее, «по больному, с психическими отклонениями человеку, от которого все отвернулись». Конец цитаты. То есть, по версии адвокатки, людоед выходит весь такой неуновный, замученный режимом и все такое. Ну, в общем-то, обычная для адвоката позиция. Для тех, кто не помнит страшную историю о краснодарских каннибалах, вкратце взрыхлю в памяти. 8 сентября 2017 года в Краснодаре на пустыре бухали трое – Дмитрий Бакшеев, его жена Наталья и их 35-летняя знакомая. По пьяной лавке дамы поругались, и Наталья побудила своего мужа оппонентку зарезать, что он и сделал двумя ударами, нажав грудь. После этого тело жертвы расчленил, часть плоти оставил на пустыре, а часть забрал в общагу и положил в холодильник. Бакшеев позже сделал несколько фоток, на которых держал в зубах отрубленную женскую кисть с обглоданным до кости мизинцем. И стало понятно, что Бакшеевы свою собутыльницу потихонечку кушают. Людоед Бакшеев фотографии в соцсеть, естественно, не выкладывал, но угораздился свою мобилу с таким компроматом потерять. Через несколько дней телефон нашли дорожные рабочие асфальтоукладчики, видимо, подсмотрели картинку с кистью в зубах, отнесли умнофон в краснодарскую полицию. Личность Бакшеева силовики быстро идентифицировали, пришли в общагу и в холодильнике обнаружили еще не съеденные останки женщины. До казухи хватило, чтобы признать Бакшеевых виновными в убийстве. Слухи ходили о десятках съеденных и законсервированных жертв, но впаяли им только лишь одно убийство. Ну и по решению Краснодарского суда Дмитрий Бакшеев сел на 12 лет и 2 месяца, его жена получила десятку. И вот такого людоеда защищала наша землячка, навальнистка, сатанистка Юлия Федотова. Причем это не государство ее назначило бесплатно защищать упыря, а она сама осознанно выбрала такого пациента. Подробно о федотовской тяге к сатанизму и маньякам-убийцам мы расскажем завтра. Ну а на посошок мы не можем не вздохнуть о судьбе бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который отвернулся от старых друзей и подался в либерастический лагерь. И вот теперь его соратниками являются защитница людоеда, сатанистка, маньяка Филка, ну и конечно скверная противница строительства храма возле драмтеатра Юлия Федотова и наркоман-айтишник Александр Литреев, о задержании которого в нашей программе отдельно. Но вот такая новая реальность в жизни нашего бывшего соратника случилась. Нам жаль, но либера это свобода и каждый имеет право на выбор.